жена упрямая ребят получается мыло чайник хрен за сколько это просто помылся недавно у меня зарядка идет сколько раз она там чайник мыло мыло у нас вода хреновая даже фильтра стоят там три фильтра огромные стоят и то все равно вода получается кипятится с физичным жена я говорю купи говорю обычную лимонную кислоту все чайник будет идеально чистый как перед этим покупала в м-видео средства для снятия накипи и получилось это хорошо снимать но он стоит 300 хорошо снимает в чем она хорошо снимает там у тебя было возле крышки даже замарана я два раза пользовался ну короче ребята мучилась мучилась уксусом мыло чем чем она только не мыло где-то только что-то не считает сода и мыло надо в интернете где-то читала я группу пили монокислоток купила я покажу ребят это упрямство это тридцать ребята это просто триндец сейчас закажу быстренько зарядочку делаю пока я не чистый чайник идеально вот такие вот дела вот такая упрямая жена до марина николаевна что скажешь свое оправдание шею прямо сделай 25 рублей это вообще копейки по сравнению с тем что до этого тратили ладно ребят буду делать зарядку а потом у нас будет разбор стола мы меняем столешницу получается из говна сделаем конфетку рабочее место стол покажем конечно покажем ух зарядочку сделал все поджимался как говорится пресс покачал все спинку покачал весь сырой как это сейчас на нашу блюдо цепи загадок а эти красота меня то есть ожидает хух я буду наслаждаться вот принципе стол прослужил где-то около года то есть не больше года вот такая ситуация с ним произошла если вдруг захотите в будущем взять такой стол тем самым сэкономить не надо полтора года нам решили вот у нас две столешницы едут меняться краситься и краситься то есть одна у нас это которая зеленая полностью под замену а там которого то толстая стоящего дерева она у нас лет блокироваться после того как марина год практически на ней полтора резала полтора года я на ней резала порезала и столешницу тоже нас ее в порядок приведут этим далеко едем через восточку получается едем на конгресс ребят не конгресса набрала взнос стороны у меня как бы знакомых вот он держит получается свою фабрику по производству мебели дерево настоящего это не то что знакомый мы его нашли через интернет когда первый раз заказывали столешнику потом уже познакомились знакомый не друг же сказал просто едем к тому же человек который делал столешницу чтобы все было в одном тоне в одном стиле в одной краске до обзора надо ребят делать обзоры очень много обзоров на делать на тушенку сгущенку 30 очень много вопросов пишут а ему не можем сделать потому что вот на такой столешнице который оказал как она это отколупливается некрасиво не объявляет кто сажусь за нее когда у меня аж прям уже ребят все передергивает работа выйдет 9000 получается вверх и столешницы не работа все вместе вместе да с материалом терял до 9000 получается одну такую столешницу будет это будет очень красивенько все как новенькое и соответственно дерево на классика всегда будет классикой нам обещали что в течение трех дней сделают то есть сегодня мы привезем и сможем через три дня забрать поэтому пока рецептов писать не буду потому что везем обе столешницы говоришь марина записала заранее то есть рецептов там много поэтому не переживайте рецепты будут каждый день выходить а я буду отдыхать от 3 дня отдыхать я как бы сейчас и канал и семейный это обидно я буду отдыхать я не будет отдыхать я же рад всегда что у меня жена отдыхает ну все не прощаемся да кстати мужчины то что значит не прощаемся это собираемся купить планов как наполеона мне саша все обещает заехать под . купить даже и наверно пойдем славика маме оставим и пойдем по ажинскому белью ребят насти надо брюки купить у нас в школе ужесточили правила к верхней одежде на них верхняя получается но к одежде которые ходят дети в школу то есть если настя до этого ходила в черных джинсах черные у нее темно-синие она меняла потому что зимой в юбках холодно теперь учителя сказали что или брюки в обязательном порядке или ходите в юбках поэтому выходные пойдем насти правило тоже есть правило стима они не то что учителя придумали есть как наверно правило общие какие-то то есть и по этим же брюкам по сути того было и раньше просто нам дали это не разрешали как бы джинсы потом дальше арбинку просто дети опять начали то в чем ходить понятно что тоже учителя не хотят чтобы был беспорядок потому что многие же вот мы с марина на днях кстати ехали общались по поводу этого вот раньше было проще проще чем вспоминали советскую форму когда были коричневые платьишки у девочек мы меняли только фартуки белые черные а мальчиков вообще была синяя форма саша гает я все себя милиционерам представлял поэтому вырос и стал милиционером я она просто понимаете ребят в чем дело когда была такая единая форма одежда нам может быть конечно было так вот ну типа нет выбора там все в этом стиле но зато не было такого что кто-то там чуть побогаче а кто-то чуть победнее и получается там ребенок не может себе позволить так часто менять одежду как другой ребенок выпустим все равно же это тяжело ребят психологически так неприятно мне кажется поэтому раньше было более какого-то равенства мне кажется да потом были 90 была разнообразная форма одежды я помню девяносто седьмом ездила в артек и нас всех как бы сказали свои вещи оставляем и нам выдавали там форму причем она была такая в клеточку однотипная и вот это говорят что еще советских времен повелось и была парадная форма и мы ходили все одинаковые как в советском союзе где-то был девяносто седьмой год ну да солнышко ребят вот эти как у нас солнышко вот если открыть вот так вот прям вообще а я теперь теперь я полутемная так мы практически подъехали тут такие кочки тут такая дорога летом то она была не очень прямо мы еще союзе на шеверле на машинке мы не ездили не было саша визуально гает помню адрес мы так вот полтора года ребят прошло и то есть адрес от не помню визуально помню вот этот поворот сейчас направо на сначала в один съезд съедая как бы ошибся поворачиваем до конца и направо еще раз вот затем красным зданием кому будет интересно кто захочет заказать мебель из натурального дерева да все делать с натурального дерева она же ясень ясень да только у нас как получается он клееный ну как-то не знал даже так что саморез ребята не заходит шляпку срывает даже мы заехали на заправку сегодня на газпроме есть 92 на 95 бензина опять нет класс что уж не знаем наша любимая лата там же берем на газпроме всегда у нее вкусненько вкусно да стоит что-то сколько больше 100 рублей баночка ходил настоящий холодном виде и мне молоко заливали туда ребят видео какое молоко лью туда сливки сейчас мы едем в магазин отдали видите у нас нету этих мы отдали столешнице 2 вы полностью кухне будем делать и таким вот образом ребят будет под дерево но потом видео покажем ведь и будем делать постепенно потому что выходит дорого то есть у нас вот один стол маленький к обеденную он вышел 10000 то есть если менять в этот кухонную столешницу здесь очень столешницу ты имеешь что-то подменит целиком стол это это столешница то есть мы оставим такие железные ножки которые были на том столе и прикрутим их потом к деревянной вот этой поверхности то есть просто деревянная поверхность вот этого стола обеденного у нас вышла 10 тысяч да такая относительно если менять и но нам сказали снять размеры то есть мы хотим поменять вот эту столешницу большую где у нас стиральная машина посудомойка и раковина ее хотим то на такое же дерево заменить нам нас попросили снять размеры но я думаю что будет не меньше двадцати тысяч поэтому чуть повременим нам надо доделать ремонт ванной с туалетом так но сейчас маринка покажет приехали мы снова туда где мы покупали получается часть этого скажите нам я скажу не то этот это не унитаз это сама система смыва получается настроена в стену где мы покупали ее биде и тому подобное вот видео ребят смотрели наверно приехали сюда теперь купить унитаз купим унитаз и вставляться мы купили да инсталляция вот сейчас мы купим унитаз и чуть-чуть шторку купим там сегодня шторку щеку да конечно сразу купим чтобы деньги не разбозаривать сейчас у нас потому что ремонт перенесся на март месяц поэтому мы сейчас закупаем все материалы и в марте мы уже будем делать на нем тогда только останется день что заплатить этим строителям то есть мы сейчас дали деньги сантехникам чтобы не купили вот эти все трубы полностью все перед за работу куда за работу то есть мы предварительно авансом так сказать рассчитались сразу чтобы это не как бы чтобы не было потом думал где взять деньги 50 то есть мы делаем не в кредит мы делаем постепенно покупают январе купили сейчас феврале общей сложности то есть за два месяца мы делаем но нет за три третий март будет это мы уже за работу отдадим а ну за работу только останется только работа сама ну там тоже выйдет 30 работой плюс останется всякие это на мелочи и 40 тысяч и потом мы общее посчитаем сумму мы рассчитываем что на тысяч 150 170 до ванна да дороже будет подвести будет может быть 200 то есть ну примерно вот ванна с туалетом должна уложиться это со всеми скидками нашими скидки большие ребята тут сколько нам скидку делать получается есть 15 процентов куда мы приехали на здесь есть сама цена недорогая по сравнению даже с той же касторамой с этими большими мы заезжали сашей в баумол нет не в баумола вот напротив баумола находится еще магазин большой там мы посмотрели сантехнику вот потому что нам нужно еще докупить унитаз как зашли так и вышли просто цены нереальные сейчас пойдем здесь единственное что мы в прошлый раз были здесь всего на стенде было два унитаза но я смотрела в интернете у них есть сайт интернете конечно достаточно много выбора склад вот этот склад в магазине меньше выставлено вот склад склад вот магазин магазин небольшой небольшой на складе у них все выставлено поэтому склада не берут как бы то есть они в базе есть но хотелось перед покупкой все-таки посмотреть как они еще выглядят сейчас может зайдем там красоты то что может быть все равно стенды всегда обновляется я просто ребят хотим попить кофе кто-то пьет кто-то разговаривает про себя кто-то разговаривает я так и мы хотим поставить получается над унитазом встроенным она так вот смотрится то есть как бы сходил в туалет спокойно ручки помыл даже кошачий лоточек с муками полностью можем сполоснуть подсунуть удобно да если посмотрели что сместитель и до сместитель что-то дороговато да потому что мы сейчас ездим именно в ура манжен дали как он называется и там получается это смотрим так чем еще унитаза еще на выходит нас 2 2 456 так то что же унитаза еще быстренько посмотрим рубежимся да и все историку купим на стеклянную вот выбор ответил достаточно большой но не все да сейчас мы посмотрим люди унитазов то полно но вот таких унитаз встроенных он пока не видели нас при каталоге ну если чуть подальше будет стоять на ней все равно видно разницу белая и серая какая-то грязная вот по низу смотри вот на сам унитаз смотрел как бы беленькие беленькие да железная да как бы вместе с унитазом заберем короче мы рассчитывали что у нас получится поменьше унитаз рассчитывали на три с половиной четыре вышел 5 200 шторка у нас отпала сейчас будем искать но там 15 в этом леруа марленто у них больше да не возят то есть в итоге мы сейчас забрали маленькую раковинку и в пятницу заберем унитаз все приехали до леруа марлен мы подъехали купили мы унитаз он приедет у нас получается в пятницу купили мы ручку на стенку она приедет тоже в пятницу в ванной вылазить и чем еще там купили эти затычки купили эти штуки красивые виды и в раковину еще что купили и самому раковину маленькую раковину которого вы увидели в кадре как раз такую раковинку мы взяли и все это дело получается у нас вышло на что нас отдельными всем с чем-то и но около 10000 у нас всего же сложностью до сейчас приехали леруа мэрлен здесь мы посмотрим смеситель китайский что-то так это там же в тену запечатают его как потом разградить то она вернется поэтому нам надо также взять какой-то немецкий хороший да или чешский ну все пошли дался маринку от этого уберечь но она увидела не удержалась сразу начала слюни пускать любитель сладости пустяшек и глаза закрывал даже на сену видово с вами мама уже ездит тоже сейчас при доме что-нибудь маришка все-таки взяла сосиску в тесте хотя слюня пускала на сладости у нас на работе мама хачапури а я вот такую штуку мне нравится найжа попробуем скажем что-то как нагрели то они сильные эти ложки а кому вам ты сахар для сахара были сахар белый клуб кто это светодиодная лента там на реке говорю на купить не такой вот прошла не любит со светом а я в это время на компьютере монтаж монтаж делаю маме говорим и марина купить вот такой вот видите там с лампами получается а вам газ позор это которая вот такой маленький хочу купить красить позор тоже позор нашли весы спирт туда начать на это тут он что-то это таймер какой-то минуты как это чисто нет весы весы вот тоже мы шли на стену сели 159 грамм так есть айфон все сбросилось нет единичка надо все ровно устроился нашли маленький весы тело 440 таскаешь до собой не надо знать если здесь вычитан вот так вот это надо почитать на коробке но можно поищем такие на тратились и да ну что корну было что они виза что вот такие прикольно железные весы получаются их вешаешь и не висит гоники прикольно маленькие глаза загорелись просто фирма неизвестного непонятно че это посмотрим интернете найдем стоит 633 рубля не так дорого просто мамина вот такую штучку мы увидели что это куда специи вешать здесь мы приезжайте дружила и ма три-четыреста венели зачитаешь путешествует на выживаете . все пошли дальше вот такую маму вот лишь патрион даке саша сказал чтобы у нас это не было видно дырочек ну да чтобы крепление укрепления сзади было красиво было массивно 5 лет гарантии я думаю что кажется это 725 рублей да угу а это как тресоски получается это вообще тресоски а это ну здесь болтиками да футболтики получается вот такой вот вариант вон еще посмотри мало что купил себе на кухне мама купила это что такое закупилась подставочка это я себе купила и мама такую же себе купила для горячего получается железная с силиконом 217 рублей стоит развернул поставил там брал вместо не занимает сколько новинская 844 года такому лиц и она убирается если что вдруг если она мешается так же не так 488 до это ржавеет это тоже будет вам ее мыть неудобно будет во-первых все время но он сырой будет зацепляться вам ее надо будет все время мыть это я нашел сместитель на маринка смотрит там цена да да я чуть-чуть подешевле хочу да очень дорого выходит мне даже раковину не надо с таким раковину уже купили поэтому смотрим сместитель ну там такой ребятам маленький красивый производство как бы ну там нормально вот такой вот можно вариант мы такой купили у нас такой кстати стрида такой не такой потоньше это это как бы толстый лишь на потоньше раковина маленькая очень она прям маленькая маленькая а вот как бы тебе показать мы не покажем руках какая небольшая такая и потяжи и узенькая да и соответственно получается широкий и короткий надо да получается надо вот как раз на какие-то косметические чтобы он был узенький а вот как раз его не короткий носик то наверное да конечно и чтобы нашелок ворочился чтоб слава нечаянно конечно повернул да и нам там все залил да и напомнить вот это люби дымом это так делать все нет мы не такой взяли мы взяли получается а вот он был сейчас он на поле грустное лицо марина раковина мне тоже в туалете тогда и раковина вот такой вот ребята предлагают вариант хорошенький маленький но маринка вообще психует прям хорошие пять лет гарантии производство получается италия варенька ходит просто психует вообще получил вот здесь внутри ну вот он где он низкий то он нормально смотрится с раковиной когда такую раковину надо брать сколько это раковина стоит а то в раковину отдадим 1800 давай сейчас тогда эту раковину покупаем ту вернем завтра ну так von это на меня ругается меня ругается мама не ругается на ругается ребят нам может освоить малый человек помогает согласился на то что продать получается внутри на образец марина потому что уже все нервы мне это кончик вытрепала не точно берем берем туда маленький ребят маленького дата ракона потому что под уроками которому взяли она не подойдет завтра мы ту раковину возвращаем на эту раковину сейчас покупаем вместе со сместителем так взяли мы вот эту раковину за 1800 вот она вот этот все-таки взяли за 1295 но он немецкий германия производства будет так в комплекте смотреться раковин нам уже принесли для молодой человек помог этот сказали что в наличии нету но нам дадут выставочный образец ребята не знаю что возьму из там какие-то детали будет не хватать марине потом привет передадим уже мама даже уговаривает с тем тысяч каким я деды марина 2 190 ну а тот 1295 тысячи район ну так покупай китай эти про немецкий пропустим молодой человек нам целью много человек помог очень молодец вообще выдержал нас да потому что он уже готов быть витрину продать но они царапаны сверху движки царапины огромные взял я за 2 800 2 890 давно кипит 9 612 300 рублей разница бери нервотребкость всем вымотала даже мама сказал добавит нам деньги лишь марина у нас это но что еще посмотрим нет бери 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 это он точно на ребят у нас тоже так и бывает след не время что маринка это нервничает пустиком по всяким может быть это успокоительность ходить чтобы я врач выписал еще как кипит вообще по всякой нынде может возраст пиконь как хотя какой переходник чувствуешь вспотела шесть переходы не переход на не знаю нервничает вообще по всякой херни просто не с того ничего кстати вот голос тоже такая ситуация бывает жены нервы трепут мужем я стараюсь спокойно ребят регировать поэтому шел в кафе вам чай красненький чтобы не ругаться на то что-то как-то это не сейчас вывел вообще даже мамой как бы остановил ее будет в чем разница ребят в 200 рублей она за это 200 200 рублей как бы у меня за сместителя все нервы просто там вот в планах вообще и сама уже билет начала от нервов сыграли так что мы едем из магазина купили мы смеситель за 2 900 купили другую мойку мойку как ее называют саша что мы купили раковину завтра поедем сдавать предыдущую саша со мной не разговаривает и знает почему я должна не разговаривать не разговаривать я боюсь тебя нервировать просто прям аж бельеешь нервничаешь ну короче взяли все что саша хотел то и купили просто мы когда уже ходили по магазину саша пошел успокаиваться чай пить мы с мамой продолжали поход в магазину вдвоем он уже на кассе когда я расплатилась уже только тогда подошел и взял эту чуму как и думает раковину взял раковину принес чтобы было не тяжело так что вот ну раковина у нас вышло 1800 которая перед этим раковина мы сейчас дома придем померяем этот кранчик какой раковине он будет более симпатичен как будет смотреться вторую раковину да саша когда мы поедем шторку для ванной покупать саша даже сама не стала ее смотреть я сфотографировала да ты же истерики там билась за 200 рублей как будто истерики что вот как значит покупаем что какой-то месте вам согласись надо проще к этому относиться ничего страшного купим через месяц вот лишь бы все было хорошо и спокойно мне вот эти нервы на видишь денежки то на шторку все значит покупаем что просто я хотела вообще смеситель за 1200 германский но его не было в наличии оставалось там три на стенде нам готовы были их снять там один то вообще был весь царапина на втором тоже были небольшие брать сенды я сам не буду я подумал потому что во первых он разобран непонятно где от него коробка во вторых непонятно где запчасти в третьих им все равно крутили туда-сюда тех кто хотел и сколько там год он стоял не знаю там привезли из другого места потому что это сендовый вариант привезли он там уже где-то год уже до этого стоял зачем мне нужен сместитель который навернется через год а там все замуруют смысл разбирать да какая разница гарантия ты чего снимешь потом повезешь чтоб я обчинить по гарантии это смешно берут вещи и хорошие для того чтобы они стояли и работали 10 так что вот короче говоря ругаться при ремонте можно не только при общей наклейки обоих даже при покупке в магазине я не ругался я просто уже высказал свое мнение что это вот то что ты устроил на ли ушел шума когда определили что вот этого германского мне смесителя все-таки за 1200 не удастся купить саша взял за 2 900 2 890 я потому видела смеситель за 2 600 он примерно такой же тоже производства германия разница в 300 рублей саша психо сейчас уже в 300 дома по 3 300 было 1600 там 1000 делать 2 600 и 2 900 ребята мне сказали про глазики не говорить я буду рассказывать конечно был бы умный милицию не пошел бы работать так кстати ты запрашиваешь микрофон наверное да я уж так держу так опять держу значит ситуация в чем сейчас маме рассказываем почему я дома можно сказать два туалета сделал только один у нас получается это туалет реальный а второе это у нас беде беде я поставил первая причина это соответственно да конечно там это гигиена а вторая причина это то что когда вот славик у нас он как бы как правильно объяснить вот я только сижу сажусь в туалет только мне кажется это не говорю показался слава стучит в туалет хочу писать и все и вот хоть треснил что так она ведь есть меня не скажу слово глазик шоколады все и я говорю вот тут как мы уходим ситуация такой что мне не надо соскакивать как раз обратно это дело все как бы это выскакивать а дальше сидим как бы читаем новости а славик бежит и быстренько делает свои вещи в беде у нас саша просто любит в туалете сидеть по по 30 минут митку я сажусь читаю могу посмотреть youtube я вот думаю если бы он ходил в туалет без телефона это было бы намного быстрее вообще ребят подумалось еще хочу планшет сделать у него до этого была идея в ванну провести телевидение вот хотя из ванны не выгоняешь не ну вот все мужики все любят сидеть в туалете расслабляться все любят раньше книги бумажные читали газетки газетки да я помню как бы раньше вот в деревне в туалет заходишь там как бы целых книги там лермонтов пушку хочешь короче можешь посидеть почти все и многие как бы кстати образование в туалете мужики получили как туалет на я сидишь читаешь как изучаешь на запоминается как бы лучше давайте пропустим аккуратненько вот и сейчас сразу над унитазом все-таки устанавливаем раковину чтобы не бегать в ванную мыть руки если там кто-то мой запрос и спокойно как рецепт тут можно обеда у нас будет служить туалетом еще для писания то есть ну круто просто не то что как бы для гигиены в первую очередь ну ребят ну кто не писать в беде ну скажите мне все врать так как бы вот я как бы даже такие вещи делал если честно в гостинице только раз нормально хочу поэтому да и где-то на гостинице вообще как бы беде мне мечта была чтобы было разделено если я не могу дома два туалета сделать значит как где-то в ванной должен стоит должен стоять беды вот у меня будет стоять беды то есть муж семья большая четверо еще потом малыша хотим то есть это вот уже 5 нужен хоть как резервный туалет а не то что там это как слава любит так танцевать перед этим дверью если идет там сына последнего терпит там бежит и уже донести то как бы он доносит но ему как бы надо уже вот ты не успеваешь соответственно каких-то вещей как бы сделать прекрасно же столько текст начал читать догового там я текст или что идет начало вкусненько чай-то тортилья заканчивая булочки очень большой ассортимент ребятами очень-очень большой ассортимент кофе черно кофе черное получается всего только 30 рублей маренька балдеет на постоянно заставляет сюда заезжать берем всякие всякие вкусняшек вот меня тортилья моя тоже лежит красный чай 98 такая большая ну когда я поставлю там что внутри не во рту а вот тут курица сколько на очень много бабушек доходит здесь тоже кушают тоже недорого ассортимент большой ребята очень большой торты и все 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 даже пельмени все все что хочешь есть все свои получать стряпы вот так это кулинария выглядит калинина 32 очень вкусно ребят очень просто все домашнее прям выпечка всем все красиво вкусно все есть торты чуть не уронила смотрите на выражение от саши ночью саши разжение у тебя что-то из рук все падает мы приехали с вами за столами нам позвонили сказали что все готово то на столярная мастерская будет интересно кто такой же мебель как у нас хочет доказать то именно заказывать из натурального дерева то есть производство у него свое здесь кому интересно вот здесь делают то есть не просто из бумаги который подают а из настоящего дерева то есть он специализируется именно настоящем дереве все пошел такие классные столы получились получается просто шикарно ребят не знаю камера просто не может передать это классно у нас такой тут кавардак на кухне видите ребята прям все сделал человек я вам отдал столешнице то получается как образец вот он по той столешнице просто все сделал где дырочки где что должно быть даже прокрутил их то есть они уходят видите как по резьбе вот так вот все красиво вот что значит профессионально сделано так а мы сумму объявляли сколько у нас вышло столешницы у нас вот вторая столешница мы их закутали в покрывало под одеяльники чтобы не поцарапать везли сами потому что и вот саша растерял на полу тоже чтобы не поцарапать столешницу сразу сюда мы и будем крепить на кухне у нас сейчас бардак что потерял ты сказал два осталось у них одна осталась но сейчас у меня счет должно быть раз-два саш так дверку и не прикрутил сейчас саша соберет я включу тогда который помните зелененький такой был стол теперь взяли такое же заказали вот дерево такое же как стол на котором я записываю вот у нас столешница стоит 2 здесь достаточно толстая основания то да такое дерево ясень ясень очень крепкая специально вакуум покажет антивандальные от марина 5 марина виновата сейчас мы его поставим не ломай и покажем как все получилось что подкручиваешь там вот такой стол у нас получился со временем мы поменяем еще ту столешницу оставили ребят потому что здесь также крышки коричневая а сама вот это вот снова белая поэтому здесь также оставили это столешница тоже будет такая вот такая же коричневая тяжелая просто стол тяжеленный вот так влези покажи какая красота это настоящая дерево ясень да да то есть на столешнице 9000 вышло но нам сделали как раз по размеру то есть столешница вы видели мы ее отвозили там и оставили у нас чисто столешница ножки то оставились у нас от прошлого стола который стоил что там копейки 3 с половиной у нас этот стол он отслужил год приоткрой ту столешницу нам ее отреставрировали которую я записываю здесь она стоит ну я говорю открой покрывал вырезная специально да по нашему по нашей форме сделали так что вот сейчас у нас будет красота здесь будет тоже единое то есть вот этих переходов не будет будет вырезаться ровно одна сплошная столешница вставляться туда но вставлять уже будет сам человек который делать непосредственно это потому что надо подгонять до миллиметров чтобы здесь к плите все прилегало все красиво здесь чтобы прилегало красиво соответственно я думаю даже потом может подоконник сделаем тоже также по дереву да не пусть беленький светленький остается ну ребят запах вы даже писать и делал еще этим лаком пахнет место не было у меня все тут все 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 у нас еще тут ремонт идет я думаю что мы заказываем диванчик на этом месте у нас будет диванчик так что вот но к лету мы хотим все закончить на кухне сейчас у нас первоначально стоит ванна я вижу красиво почему ясень потому что настолько прочное дерево а нам это лаком тоже покрыли который половой нет он не половой он какой-то считается лак классный я не знаю как он в общем какая ситуация у нас я просил антивандальный лак макмолины эту столешницу который первый раз он сделал в итоге неделю меньше я повез уже потому что барина там я не знаю что она с ним делала в итоге он весь поцарапанный был сверст туда он говорит я понял мне надо антивандальный я понял и все специально лак покупал ездил его искал где-то он покупал в итоге эти столешницу он покрыл таким же лаком то есть я заранее попросил потому что марина любит все ломать я виновата у тебя жизнь такая ты все ломаешь то есть я делаю ты ломаешь сейчас марина протерет ножки они антиержавейка на этом столе мы будем записывать обзоры на баночке столешница так столешница да попробовал поднять тяжело очень тяжелая саморез ребят не входит шляпку срывает просто настолько прочное дерево она сделала не из нескольких кусков то есть она не цельное дерево но что если бы было цель на его ведет вот так вот они как бы именно прессуют как бы такие несколько брусков но там цех ты снимал видно было когда мы будем заказывать для кухни столешницу ссылочку доставим под видео на сайте вы можете поставить его работу ну прям балдеж настюша слава смотрите ребят иду смотри какой столик у нас сейчас потрогай закон толстый я со временем хочу одну шторку убрать тоненькую ну или оранжевую или зеленую ну мы сделали специально так что можно снять а зеленую уберешь от оранжевый будет более яркий зеленый низ как бы это славен но сейчас уже славе цвет зеленый не нравится что может цвет зеленый менять год прошел полтора ему уже цвет не нравится тебе что раньше это нравится еще вот раньше нравится значит раньше можем оставить еще стулья все поменяем ребят химии изучаешь дерево а то столешница ребят которые продают обычно столы там за три тысячи вот такие это говно полный но вы видели ты показал как она начинает вздулась как она начинает вздулась а